Приветствую, друзья! С вами Станислав Орехов. Сегодня у нас очень интересная и увлекательная тема. Будем говорить о системе с нуля до миллионов в дизайне интерьеров. Эта тема достаточно провокационная, сразу скажу. И в дизайн идут не только ради денег, хотя и за этим, конечно же, тоже. Сегодня буду говорить о том, как вы сможете стать дизайнером, как получить профессию, как постепенно развиваться и как выйти с минимального дохода, если он у вас сейчас минимальный, разобраться наконец-то в себе. И как выйти на стабильный доход 50, 100, 150, 300, 500 тысяч и миллион. Сразу скажу, это не волшебная таблетка, это не какая-то супер способность, которая есть у каждого. Я верю, я знаю, что есть некий путь, который я сегодня постараюсь вам показать, рассказать. И по этому пути вы сможете пройти, и тогда уже после того, как вы будете проходить этот путь, вы сможете начать зарабатывать примерно эти деньги. То есть заработок денег – это не необходимость такая, да, получается, а следствие того, что вы делаете все правильно. И в этом видео я буду говорить о том, как вам делать все правильно. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Станислав Орехов. Если кто-то меня не знает, я руководитель системной студии. Студия у нас работает достаточно давно. Я буду сейчас показывать на экране сразу же, что мы делаем, как мы делаем. И буду давать, ну, некоторые, может быть, рекомендации, советы, которые вам будут полезны. Итак, вот это наш сайт. Здесь мы делаем проекты совершенно разные. У нас есть и классические интерьеры, и современные интерьеры, и деревянные интерьеры. Также мы делаем иногда проекты, связанные с архитектурой. Москва-Сити делали. Делаем обычные квартиры, весьма стандартного такого характера, но стараемся делать их тоже стильными. С небольшим бюджетом. Также делаем очень мощный, навороченный VIP-премиум-сегмент проекты. Ну, вот примерно вот такие. Это одна из визитных карточек у нас Аллы Паруса квартиры. Была она на главной странице есть. И вот в таком стиле тоже люди заказывают. И я вот люблю с нашей командой делать вот такие тоже сложные, очень интересные проекты. Почему люблю? Ну, об этом можем поговорить дальше. В том числе, потому что это позволяет общаться с очень интересными людьми, самим по себе людьми, которые многое достигли, добились, и у которых нестандартный ум, мозг, который позволяет им заказывать такие интерьеры. Ну, а мы, соответственно, стараемся делать. Также мы делаем, ну, в принципе, и реконструкции домов. Работаем в основном в бизнес-премиум-сегменте. Очень мало делаем эконом-сегмент. Не потому что, как бы, не хотим, не умеем, а в силу того, что клиенты интересные в бизнес-премиум-сегменте, и конкуренции там меньше. Собственно, я сам начинал с позиции визуализатора. Рассказывал уже свой путь, в принципе, достаточно красочно и ярко. Но вот, кто еще не знает, начинал я с визуализатора. И в итоге постепенно стал дизайнером, и дизайнером сразу же бизнес-премиум-класса проектов. Вот, поэтому все, что вот вы видите на нашем сайте, это все, что у нас сделано в виде концепции, в виде реализации. В виде фотографии не все, к сожалению, есть, но просто не все можно фотографировать по окончанию. Ну, то есть, такие бывают иногда условия. Но что-то сфотографировано. То есть, и видео есть, и, ну, допустим, проект, который самый один из интересных, удалось в том числе его реализовать и видео снять. Вот по этому объекту много чего есть уже готового, которое, ну, можно показывать, можно осмотреть. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Это одна из причин, собственно, договариваться с премиум-сегментом, ну, чтобы можно было еще и сфотографировать. Но не всегда это удается. Но, тем не менее, несмотря на это, с премиум работать достаточно выгодно. И вот, когда мы говорим о заработке, о деньгах, заработки на самом деле начинаются, когда вы уже уходите в хороший уровень, делаете не только планировки, не только дизайн, но и руководите командой, делаете комплектацию, делаете авторский надзор, может быть, управляете строителями и делаете это все системно и последовательно. За свою практику, а это более 17 лет, я очень много разных ситуаций видел и в положительной стороне, и в отрицательной, могу точно сказать, что зарабатывать в дизайне можно. Деньги в дизайне есть. Люди, многие из тех, которые добились успеха и результата, они хотят себе и для своей семьи достойное жилье. То есть они видят в этом отражение себя, частичку себя. И с обратной стороны я тоже знаю, что очень многие дизайнеры, либо люди творческие, может быть, пошли не в ту сторону, стали бухгалтерами, либо стали экономистами. Кто-то занимается логистикой, кто-то продажами. Но душа требует именно дизайна, душа требует воплощения своего естества в реализацию картинок. Так было и у меня, поэтому я пошел в эту тему. Мне повезло, считаю, что это так, я сразу же нашел тот путь, куда я смогу приложить свои творческие способности и усилия, и этот путь, собственно, стал дизайном. Но я истратил очень много времени на то, чтобы понять вообще, как это все работает и до того, как дойти до какого-то хорошего результата. Не скрою, результат у меня был сразу хороший с точки зрения финансов, но почему так происходило, я расскажу чуть позже, и, возможно, сможете вы тоже повторить мой путь. Перед тем, как продолжим, сразу скажу, что вот некоторые объекты, это вот реальные проекты, и я решил, ну, я имею право не скрывать стоимость данных объектов. То есть примерно за такие деньги мы делаем сейчас объекты и делали их ранее. Вот дом на Новорижском шоссе, 400 метров, стоил он вот примерно 900 тысяч рублей за проект 3 месяца. Плюс мы еще ее потом дальше реализовывали, и дальше клиент нам платил в том числе за стройку и реализацию. Эти суммы я сейчас разглашать не буду, но они в разы больше, чем вот эта сумма. Но и делаются, естественно, тоже не за 3 месяца далее. Вот этот дом в Жуковке 600 метров стоил 1600, миллион 600 тысяч. Делали мы его долго, потому что там была в том числе реконструкция и самого дома, и ландшафт, и внутренности, и баня еще была дополнительно. Это вот рынок, да, это то, что вот клиенты платят. К вопросу, где брать таких клиентов, приходят ли они, этот клиент конкретно пришел из Инстаграма. То есть заказчик, представитель увидели это в интернете, дальше мне нужно было позвонить, съездить, договориться. Я приехал, все презентовал, рассказал, сказал, что сделаем все хорошо, показал наши работы, показал наше видение, как это будет оформлено. Все, договорился с клиентом. На планировку и визуализацию мы сделали первую базовую комнату, и дальше вот получили такой заказ, в том числе аппетит приходит во время еды. То есть, соответственно, мы стали шаг за шагом, взяли этот весь проект, и дальше, ну, собственно, по совету можно переходить и к другим заказчикам. То есть еще один плюс работы с премиум-сегментом, он неочевидный. Если даже вы туда выходите, вы первый учитесь делать так, как нужно клиентам, да, и вот это в уровне второй, если вы все сделали правильно, хорошо, качественно, то вас будут советовать рекомендовать. Ну, скорее всего, так будет, если вы будете делать все правильно. У меня было именно так, и у многих наших учеников, кто работает по такой же технологии продвижения и работы в дизайне, у них получается то же самое. Как вы видите, эти деньги, ну, как бы, ничтожно малы, вот, там, 800 тысяч, миллион даже, по сравнению с тем, сколько тратится на сами объекты. Это, там, не один десяток миллиона рублей, чтобы это все реализовать. То есть тут от 50 до 100 миллионов тратится, там, в принципе, на квартиру, на дом, это нормально. То есть это достаточно небольшая сумма, и клиент, естественно, не хочет рисковать, он хочет получить самое лучшее качество по самой лучшей цене. Еще один проект, квартира 250 метров ЖК Аллы и Паруса, один из тоже визитных карточек. Почему он такой необычный? Ну, потому что здесь очень много разных решений, технически сложных. Вот представьте, как объединить стоит, насколько это сложно, но интересно объединять ОНИКС, вот такой необычной, подсветку, да, здесь в стяжке сделано, не стали закрывать стяжку, в стяжку положили песочек и камни, да, сделали подсветочку, сверху подвесили, вот это все из корианы сделано. В общем, здесь все индивидуально, каждый предмет мебели здесь практически индивидуальный, диван только покупной, да, и вот столик вот этот вот покупной с люстрой, все остальное, это все индивидуально, в том числе вот эта вот волшебная река, да, по потолку. Все это делалось, согласовывалось, фотографировалось, видео снималось, в общем, было много чего полезного, интересного. Клиент очень доволен данным проектом, и мы тоже очень довольны. И компания реализации, которая занималась, компания Quest, тоже молодцы ребята, все в итоге сделали, дожали. Еще одна квартира, здесь высокие потолки, да, здесь тоже какие-то необычные такие решения. Мы любим природные формы, то есть этот дизайн, он актуален, и он востребован в стандартах премиум и бизнес-клиентов. Если мы говорим о каких-то простых квартирах, да, которые, ну, не сильно требовательны, ну, в плане, я имею в виду, каких-то интересных идей, да, они тоже у нас есть, сейчас я покажу, но за них платят тоже меньше. То есть нужно понимать, да, чтобы платили достаточно больше по рынку, чем, ну, конкурентам, да, и чтобы конкурентов не было, нужно заниматься чем-то интересным, да, вот, ну, это тоже классный, хороший проект, обычный, к сожалению, ну, или к счастью он, но вот за него платят, как бы, вот такой объект стоит 300 тысяч. Вот этим тоже можно заниматься, но вы видите, что вот объекты вот такие, они стоят вот, ну, в два раза дороже примерно. Метраж показан, цены, кстати, показаны, это 800 тысяч примерно у нас стоило, сам проект без сопровождения. И 560 тысяч стоило здесь этот проект со 80 метров. Плюс сопровождение, естественно, это еще там 2-3-5 раз иногда бывает дополнительно, помимо того, что было сделано. Также мы занимаемся архитектурой, хотя я сам не архитектор, это не мешает нам создавать архитектурные концепции. Почему не мешает? Потому что у меня есть навык делегирования. Да, у меня есть некая насмотренность, я понимаю, что такое шале, я сам ездил, путешествовал, был, видел, изучал. Естественно, я не знаю и не хочу туда влазить именно в архитектурное участие, в конструктив. Этим должны заниматься профессионалы, которые обучились, у которых есть сертификат, диплом, все, что с этим связано. Но дизайном и чувство вкуса мы можем свое транслировать. Поэтому дизайн, на самом деле, он не требует именно диплома, он требует просто насмотренности и вкуса. И обладая насмотренностью и вкусом, я могу нанимать в том числе архитектора, в том числе комплектатора, кто поможет это сделать, и конструктора, который сможет это все рассчитать. Вот этот объект, это эскизный проект, здесь не было детального проработки всего вот этого. Это была идея в Сочи участок, его нужно было понять, что здесь будет делаться и возможно ли это вообще в целом. То есть за это клиент платит 500 тысяч и получает, собственно, себе проект, давайте посмотрим, кстати, почему нет, получает себе проект, по которому он видит, может ли он что-то с этим сделать дальше, интересно ли ему будет этим заниматься, и если да, то сколько ему будет дальше стоить. То есть такой некий анализ. Вот объект у нас есть, можно зайти каждый посмотреть в Сочи. То есть было вот так, он купил вот такой дом и нужно было с ним что-то сделать. И то, что вот я показывал, вот эта вот история, это вот, собственно, тот дом одери по-другому, и вот с этим участком, да, что тут дальше делаем, то есть как это в жизни выглядит, можно тоже посмотреть. Вот такой, так выглядит эскизник, его делает этот эскизник архитектор, да, рентабельность здесь, ну, достаточно неплохая тоже, то есть за все исполнение, если смотреться визуализации, визуализация стоит около 50-60 тысяч, где-то 100 тысяч стоит работа архитектора и конструктора, ну, и вот остальное получается около 200-300 тысяч, это заработок. 200 тысяч, соответственно, мы отдаем, 300 тысяч получается у нас заработок. Да, у нас есть еще дополнительное там налоговое отчисление, плюс у нас есть амортизационные расходы, плюс у нас здесь есть менеджерская составляющая, но в целом, если вот так вот смотреть по общим составляющим, то у нас где-то 50% как бизнес, да, если рассматривать, получается в доходе. Вот примерно так это выглядит. Делается это по времени, ну, около тоже двух месяцев, вот, в принципе, это такая нормальная история. Таких проектов можно вести даже вот с небольшим количеством сотрудников, ну, несколько, да, то есть один дизайнер справляется с двумя-тремя проектами и делает это неплохо, в принципе, такая вот тема по рынку. Итак, давайте идем дальше, то есть это реальные проекты, да, то есть вы видите, на что можно рассчитывать. Вот специально привожу квартиру еще одну достаточно стандартную, это наподобие того, что я показывал вам выше, 300 тысяч рублей стоит, 70 метров, беговая, это дом. И здесь мы использовали натуральные материалы, ну, где-то шпанирование, естественно, с MDF, но вот в целом это достаточно простая квартира, недорогая. И кто у нас учится, вот эту квартиру делают в том числе наши выпускники. Да, кстати, я не сказал, но предыдущий рендер тоже выпускник делал наши визуализации. Здесь тоже, то есть каждая квартира мы работаем со своими выпускниками, с которыми у нас хорошие налаженные связи, да, мы, собственно, обучаем для чего? Для того, чтобы каждый выпускник мог поучаствовать в том числе в наших проектах. Нам это выгодно, потому что мы продаем клиенту свой менеджмент, свое видение и свое управление дороже, ну, примерно в два раза. Соответственно, распределяем задачи, здесь никакого секрета нет, не для клиентов, мы спокойно об этом говорим, не для выпускников, да, то есть, да, пока у вас своих проектов не будет, вы будете получать в два раза меньше, но зато гарантированно у вас будет работа. И мы получаем тоже свои деньги, то есть всем выгодно. Стоимость нашей работы, ну, на данный момент это 4 тысячи за квадратный метр в Москве, ну, либо в США, мы, кстати, дом сейчас делаем в США, в Таиланде работаем, во Франции работали, в общем, удаленно это тоже все спокойненько делается, согласовывается. Вот как мы сейчас с вами общаемся, я специально вот это оборудование, которое вы видите, ну, по которому вы сейчас меня видите, оно тоже используется для согласования с клиентом. Вот буквально так же я открываю проект, начинаю объяснять, рассказывать, и вот мы с ним в Zoom общаемся и рассказываю, собственно, как что происходит. Вот, поэтому, о чем я хочу сейчас сказать, самое важное, да, что вот это некая лестница, на самом деле, которая позволяет дойти до миллиона рублей. И сейчас очень кратко, да, как это происходит. Первое, до 100 тысяч, это когда вы осваиваете профессию, то есть вы умеете делать дизайн, например, либо умеете делать визуализацию, либо умеете делать чертежи. То есть одну из составляющих, которые я показываю, это до 100 тысяч рублей. Вы еще не привлекаете клиентов, у вас нет навыка общения с клиентами, вы не умеете допродавать, у вас какого-то продукта нет, сайта нет, упаковки нет. Все, это вот как бы работа на работе, на зарплату. Это нормальная практика, если вы хотите попрактиковаться, если вы еще не уверены в себе, если вы только начинаете, если вы студент, либо просто вот приходите не уверены до конца в себе. Это базовый уровень. Второй уровень. Если у вас появляется уверенность в себе, ну у меня в принципе она сразу же была, потому что я работал уже на работе и получал, ну вот примерно такие деньги, и мне хотелось дальше, я хотел зарабатывать на квартиру, на машину, то есть как-то дальше расти. Что я стал делать? Я стал публиковать в интернете свои работы, ну вот эти вот примерно, да, которые мы сейчас видим, вот эти же работы, которые здесь есть, примерно такие же. Я стал публиковать на сайтах, ну тогда инстаграма еще не было, тогда были просто сайты, форумы, куда люди ходили. Я публиковал и говорил, хотите, делаю вам так же. Вот, соответственно, люди обращались, в принципе так происходит всегда, если ты сейчас в инстаграме будешь публиковать свои работы и говорить, я так умею делать, то какая-то часть людей увидит это и придет. Особенно если вы будете сегментироваться на определенной аудитории и делать определенные проекты и объяснять, почему вы именно это делаете, а другое не делаете. То есть это такое нишевание. В этом случае какая-то часть клиентов к вам придет и попросит делать. Хорошая новость в том, что вам не нужны миллионы клиентов, вам достаточно одного, чтобы начать, чтобы он оплатил как-то вот, ну как бы ваш первый проект, а дальше идет все по сарафану. То есть в момент, когда вы делаете первый проект, вы рассказываете о нем, как вы делаете тоже в инстаграме, в сторисах, везде. Сейчас очень хорошо устроены все социальные сети, начиная там с инстаграма, фейсбука и заканчивая тиктоком, уже можно даже выводить все это дело. И вы становитесь вот в таком вот информационной открытостью, привлекаете людей. То есть сейчас можно это сделать пока еще бесплатно, да, если сейчас этим заниматься. Как это делать? У нас есть определенная стратегия, то есть во время обучения, если все систематизировать и делать правильно, прямо во время обучения очень много выпускников у нас, даже не выпускников, а вообще учащихся получают заказы. Как это делать? Буквально с первого месяца я тоже рассказываю. Ничего сложного как бы в этом нет. Если есть вопросы, как это делать, задавайте в комментариях там под этим видео. Я расскажу, запишу, наверное, отдельное видео, если это актуально. Но вообще по-хорошему я рассчитываю на то, что нам приходит учиться, вот это наша такая особенность. Я не работаю, ну или стараюсь поменьше работать с людьми, которые не вышли на доход от 100 тысяч рублей. Почему? Не потому что там я не хочу, но это так же вот как я везде привык, я привык работать с бизнесом премиум классом. То есть эконом класс, он как бы чем он отличается? Ну он в принципе, он экономит, ну не потому что вот у него выбор такой осознанный, а чаще всего потому что нет денег. Нет денег почему? Образ мысли, соответственно, недостаточно, неправильный. То есть он винит часть правительства, либо еще какие-то вещи в своих неудачах. Он завидует, он смотрит на, не верит, что вообще это реально. То есть он смотрит со скептизом. Вот этот скепсис очень тяжело лечить и в плане клиентов, и в плане студентов. Поэтому вот если кто-то там не верит, не доверчивый и так далее, то есть мы, у меня нет задачи переубедить вас. То есть можно оставаться в своем видении и в принципе как бы чувствовать себя счастливым. Это не хорошо, не плохо, я ни в коем случае не осуждаю. Я просто говорю, что мои проекты, мои клиенты в основном, те, кто ко мне приходит, кто получается, у кого результаты, это люди, которые как бы уже выходят на нормальный уровень, которые достаток в семье нормальный, там сто и более тысяч, которые могут, во-первых, поверить, что все, что я рассказываю, как бы оно работает. Второе, что они могут не только понять, что у меня это работает, но и могут применить это как-то на себе. То есть если вы сейчас слушаете и понимаете, что в целом как бы это возможно, то окей. Если нет, ну просто послушайте, заработайте денег, дальше, когда повыситесь по уровню осознанности и компетенции, соответственно, придете. То же самое, вот я сейчас это рассказываю не для того, чтобы там условно кого-то там унизить или что-то сделать, а то же самое вы должны сделать для себя. Это один из способов привлечения клиентов и продвижения. В чем он заключается? Он заключается в том, что вы отталкиваете тех людей, которые вам не нужны и привлекаете, специализируетесь на том, что вы нужны. То есть в моем случае это я могу помочь людям, которые уже успешны, стать еще более успешными в более короткий срок. Вот это вот моя как бы позиция принципа. И я не готов долго мотивировать, давать фланшебные пендели. Не готов возиться с людьми, у которых не получается и которые очень сильно ноют. Вот как бы это мое такое позиционирование. Честное оно? Ну как бы для меня честное. Обидное оно? Кому-то может быть да. Но в принципе как бы люди, которые обижаются, они тоже не мои клиенты. Вот тоже нормальная история. В общем с этим мы определились. Дальше я думаю, что сейчас мы с кем-то попрощались, а кто-то идет слушать дальше. Итак, дота 100 тысяч рублей. Вы выходите достаточно просто, если умеете делать свою работу и выполняете правила. И в принципе вы не лоды, не лентяй, приходите на работу и работаете. Второй шаг. Привлечение клиентов. Если вы сюда добавляете просто одну простую вещь, вы начинаете публиковать о себе, если вы делаете упаковку себя. Если вы описываете правила, с кем вы работаете, с кем вы не работаете. Вот как только что я сейчас сделал для вас в качестве эксперимента и в качестве иллюстрации. Если вы пишете, допустим, мы делаем только современные проекты, мы делаем только классические, работаем только с натуральным материалом. То есть вы должны концентрироваться на что-то и от чего-то отказаться и иметь смелость это заявить. Вот это очень важная вещь. Как только вы это делаете, у вас в принципе вы выходите на нормальный доход. Почему? Потому что люди ищут тех людей, которые могут взять на себя ответственность и объявить, кто они и объявить, каких клиентов они хотят видеть. И что у них есть для этих клиентов продукт. Как только вы выделяетесь, именно тем, чем вы занимаетесь, у вас образуется такое понятие, как продукт. И вы становитесь и человеком, который добивается результата, и у вас есть продукт, который очень качественно подходит. Чтобы это абстрактно не звучало, какой продукт был у меня на старте, вот примерно на этих суммах. То есть когда я захотел зарабатывать более 100 тысяч, моим продуктом была визуализация. Визуализация для кого? У меня было две категории. Первая категория это были клиенты дизайнера, внешние причем. Я работал на работе, получал около 1000 долларов, по текущим меркам, в принципе, это тоже неплохо. Там около 70 тысяч рублей. Плюс у меня были заказы на стороне, то есть я работал для архитектурных компаний, для дизайнеров, для частных, плюс для девелоперов. И там я зарабатывал еще примерно столько же в месяц. Итого у меня выходило в хороший месяц 3000 долларов, ну как бы в средний где-то 1200-1500. То есть это вот тоже такие цифры, они сейчас реальны. Это вот примерно вот уровень такого дохода. Что мне для этого потребовалось? Освоить выкладывание в интернет, умение договариваться, умение заключать контракт, договор. Сразу забегая вперед, скажу, что тогда я не включал договоры именно на бумаге, и часть-то это стоило мне денег. То есть это была некая ошибка, и я быстро выучил этот урок. Теперь у нас есть договоры, и тоже мы их даем, рекомендуем нашим выпускникам пользоваться именно готовыми договорами. Это тоже входит в комплект. Так, дальше. Научились. Окей. То есть можете сейчас мне не верить, но в принципе лучше поверить, это продуктивнее. Поверить, что в целом для того, чтобы найти себе клиентов и зарабатывать 150 тысяч, первое у вас должно быть умение, собственно, работать, и второе, вы должны уметь находить клиентов из интернета. Ну, либо по знакомым, и уметь с ними договариваться, уметь переговорную, узнать позицию, и вести проект, чтобы вас не прожимали в процессе. Это 150 тысяч. Следующий шаг 300 тысяч у меня тоже был, когда я нанял уже, когда у меня проекты стало, я взял несколько, я взял квартиру, у меня был салон красоты, и у меня был уже по рекомендации пошли еще квартиры и дома. Я уже не справлялся. Плюс, минусом моей деятельности было то, что я не очень любил чертить. То есть я умел чертить, но в принципе это была моя первая работа, я в автокаде чертил проекты квартир. Но мне это не нравилось, мне больше всего нравилось создавать проекты и квартиры. Вот, и одной из составляющих у меня было такое, что я рисовал, вот я сейчас вам просто покажу пример тоже живой, да, чтобы сразу вы тоже понимали, как эта история работает. То есть что мы делали, что конкретно мы делали там 10 и более лет назад. Сейчас я покажу. Так, 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 разные проекты. Вот, вот квартира одна из таких вот интересных. Я эту квартиру просто нарисовал, ну буквально за неделю. Вот это была квартира, я научился делать классику, я понял, что такое классика, да, сейчас я разложил эту историю в своем курсе, то есть вы тоже учитесь. Есть специальная методика, да, по которой вы можете буквально за месяц научиться там всему дизайну и понимать, что такое хорошо, что такое плохо и что такое качественный, некачественный дизайн, как он делается. Вот эту квартиру я сделал примерно за неделю, ну это достаточно быстро, вот, получил за нее вот примерно вот те же деньги, наверное, около 10 тысяч долларов это стоило, тогда это было 30 тысяч, 300 тысяч, да, тогда это было, но тогда 300 тысяч это не как сейчас, то есть тогда было все в долларах, вот примерно так. Я смог отдохнуть, да, на эти деньги, плюс я смог обеспечить, ну как бы выплатить дополнительные деньги своего чертежника, кто это делал, в принципе все, то есть я сделал визуализацию, я общался с клиентом, у меня здесь был только чертежник, которому я заплатил, ну там около, наверное, тысячи долларов, я думаю, где-то из 10, то есть 90% оставил себе. А вот как получилось, то есть это вот то, что было сделано, нарисовано, и вот то, что получилось. Тут немножко, ну получается, в красноту ушло, но в целом очень все близко и очень похоже. Вот если смотреть, было-стало, какие-то элементы, вот как мы запроектировали, придумали, да, и как вот там клиент купил, вот можно тоже, купил мебель, да, и у него получилось, можно тоже посмотреть. Да, есть некие изменения, это нормально, ничего страшного в этом нет, то есть кухнями планировали вот такую, вот если обратить внимание, построили они немножечко другую. Тоже ничего страшного в этом нет, все нормально, все как бы окей. Вот здесь, собственно, было-стало. О чем я говорю? О том, что вы можете сидя дома просто за неделю нарисовать, ну примерно такой объект, и клиенту его продать, и клиент это тоже купит, то есть на это есть как бы проект, на это есть спрос, и у клиента в данном случае были строители, которые все построили, ну вот примерно как мы и запланировали. Вот, получилось неплохо. Таких клиентов много, и это можно делать удаленно, можно делать, делегировать, можно, ну собственно, по-разному, в разных городах, в разных странах это все реализовывать. Вот, если вы это умеете делать, если вы набираете команду дополнительно, то вы выходите уже на сумму примерно вот такую. Итак, когда вы начинаете работать и зарабатывать больше, и на самом деле выходите на следующий уровень, а следующий уровень это уже 300-500 тысяч рублей, уже очень важно настроить команду и сделать дополнительные услуги. После команды, ну или вместе с командой, вы внедряете дополнительные услуги. Что это такое? Например, это комплектация. Что такое комплектация? Это когда, вот вы видите картинки, да, здесь клиент, в принципе, сам все покупал, и диван, и все остальное подбирал, тогда я еще не знал, что это тоже может быть дополнительной услугой, и тогда я ее, по сути, не предлагал. Я отдал клиенту картинки плюс чертежи, и строители стали делать. Я мог дополнительно клиенту сказать, а давайте мы вам подберем мебель, давайте подберем диван, давайте подберем все предметы, которые вы здесь видите, и поможем вам это дело купить. У меня тогда не было этой услуги, и, соответственно, клиент тоже не знал, что надо было дизайнера об этом попросить. Сейчас бы я предложил, и примерно, я думаю, что за 10% от стоимости я бы смог это реализовать и заработать еще дополнительные деньги. Тогда доход мой бы возрос примерно вот до 500 тысяч, например, с этого проекта, да, с учетом того, что он там 2 месяца ввелся, я бы, соответственно, чуть больше, ну или там много больше бы заработал, в 2 раза больше бы. И это один проект, надо понимать, что параллельно, если мы работаем хорошо, у нас работает сарафанное радио, плюс у нас работает тема с инстаграмом, допустим, да, и оттуда тоже идут клиенты. Почему? Потому что каждый раз мы рассказываем, есть технологии, как рассказывать о своих проектах, о своей работе, так, чтобы клиенты приходили. Вы рассказываете, какая была задача, что было сделано, как было сделано, показываете, какие были проблемы, и почему заказать у вас дешевле, чем делать самому. В принципе, достаточно просто. То есть пишутся посты и материалы по какому-то шаблону по определенному, и люди приходят. Потому что видят вас эксперты, а остальные просто другие, допустим, эксперты, которые они смотрят в качестве конкурентов, пишут что-то не то или не так. Или фокус делают внимание не на то. В данном случае вы, соответственно, можете быть впереди. Да, квартиру можно посмотреть. Вот она там достаточно большая и интересная. Там детские комнаты есть. Вот, кстати, вот эта комната необычная получилась. Она вот здесь у меня такая желтенькая получилась. А здесь она такая красненькая. Ну, клиент немножко решил красненького добавить. Ну, почему-то. Вот. Ну, либо освещение такое было, я уже не помню. Да, вот здесь, в общем-то, розовое такое одеяльце, да, получилось. Вот. Поэтому немножко отличается. Но в целом, вот видите, да, оно очень похоже, как планировалось и как получилось. То есть, в общем-то, оно так и получается. Вот это очень похоже. Комната один в один практически. И по цвету. Наверное, там все-таки цвет был, да, такая гамма. Color balance так называемый. Не так поставлен. Здесь достаточно, вот, как бы, очень-очень похоже. Вот примерно такая тема. И в этой теме вы тоже можете войти. Итак, что самое важное? Что вы можете начав с профессии и небольшого заработка, пользуясь своими навыками, отойти до хорошей уже суммы, там, 300 тысяч, 500. Дальше вы подключаете строителей. Если у вас есть соображалка работает и вы привлекаете себе партнеров, кто с вами вместе строит, вы берете на себя больше обязательств для клиента. То есть, вы для клиента являетесь генеральным подрядчиком и одновременно, получается, клиент смотрит, что он может заказать все в одном месте и заказывает в одном месте. Почему нет? Это для клиента, в принципе, удобно. И дальше очень здорово, если вы возьмете VIP-проекты. Один из моих VIP-проектов. Но это не VIP, это как бы бизнес, такой класс проект. Вот VIP-проект можно, могу показать один из тоже первых, который там у меня был, который был, ну, достаточно интересный. Это вот этот. С этим вообще была интересная история. Я приехал к клиенту, меня случайно познакомили с ним. Я сказал, что могу помочь ему нарисовать. У него тогда итальянский дизайнер работал, но что-то клиенту не очень нравилось. Не знаю, почему. То ли дорого было, то ли просто эскизы какие-то не те были. Не знаю. В общем, я нарисовал вот эти вот, вот именно эти картинки я ему нарисовал. Видите, там даже не проработано. То есть, это именно концепты и идеи. И показал клиенту, он сказал, да, нормально, я беру тебя на этот дом. Вот это был премиум-сегмент, вот там дизайн этого дома там стоил 25 тысяч долларов. Вот, соответственно, там это было полдома, там полторы тысячи метров. В общем, мы там неплохо заработали. Получилось очень прикольно, да, очень красиво. Мы даже сюда ездили со студентами на обмеры. Там у нас есть один из картинок, да, где мы там обмеряем. В общем, у нас была выездная такая история сюда с студентами, да. Я показывал, как там все получается, но тогда еще прям в процессе все было. Вот, к сожалению, этот дом, ну, в итоге продали, вот, и там доделывали и доделывают сейчас дизайн, ну, другой, то есть там переделывают уже. Но вот в целом, вот оно было примерно так. Это вот один из там первых премиум-сегментов. Вот. С ними, с этими клиентами общаться тоже, ну, тоже интересно, да, с людьми с деньгами. Они очень заинтересованы тоже творить очень часто. Ну, не знаю, как у кого. У меня очень, ну, мне попадались тоже чиновники, но редко. Я с ними долго не общался. То есть в основном у меня люди именно креативные, которые заработали своим умом и которые сами по себе интересные. Они любят общаться. Мне с ними очень интересно общаться. И если вы интересный собеседник, если с вами у вас кругозор, если вы можете дать больше, чем берете, то это очень хорошо. И тогда люди готовы платить вам, в принципе, хорошие деньги. Вот. Если все вот это вот вы профессию, привлечение клиентов, сильная команда и построение системы, и также вип-проекты вы выводите, то это примерно вот миллион рублей в месяц и более. Если вы внедряете еще дополнительные услуги, это комплектация, авторский надзор и управление строительством, либо генподряд. Сюда же можно добавить дополнительно, ну, не скрою, у нас, в принципе, работает очень много разных тем. Одновременно мы еще занимаемся еще девелопментом. Мы покупаем земли и, ну, разрабатываем их. Я об этом сильно не афиширую, но вот у нас есть там, как бы, идеи и уже реализация, то есть мы владеем землей, владеем там участками и делаем инвест-проекты. Вот пока, ну, короче, это другая дополнительная часть бизнеса, которая тоже может быть. Одни из, ну, моих знакомых, ребята у меня сейчас учатся, они именно по бизнесу делают такую схему, покупают неликвидное жилье, которое, ну, люди не могут продать, причем большие дорогие дома, там за 50 миллионов сделок, например, коробка стоит в качественном интересном коттеджном поселке, но она не продается. Они покупают и выкупают, делают ремонт примерно за 20-30 миллионов, получается 80 вложений и продают за 120. Оборачиваемся такой историей, это где-то, ну, полгода, ну, год, если по-хорошему брать. То есть за год все равно навар примерно там получается, ну, да, там со всеми делами, со стройкой всеми делами, ну, в общем, даже если 20 миллионов за год, это вполне неплохо, потому что таких проектов можно взять 2-3 и сделать это в том числе на деньги инвесторов. То есть это очень интересная схема. Если ты обладаешь навыком дизайна, то сам дизайн, он приносит дополнительную прибыль в объект. Я это по себе тоже знаю, у меня была квартира, я сделал в ней дизайн, ну, в принципе, недорого и качественно, у меня была способность, ну, и сейчас есть, да, способность именно привносить за счет дизайна дополнительные деньги к инвестированию этого проекта. И продал его этот дизайн на 20% дороже рынка. То есть это вот мой кейс, прям моя история. И вторая у меня была тоже квартира, там был у нас офис, и мы когда закрывали офис тоже, она продалась очень хорошо, ну, по сравнению с аналогичными квартирами, потому что там было сделано все качественно, здорово, и клиент тут пришел, говорит, да, я покупаю то, что вижу, мне это нравится, я это хочу, я ремонт делать не буду, вот мне все так нравится, покупаю. Соответственно, это стоило примерно 20% рынка. Не у всех есть сразу деньги, но вот в моем случае ребята, которые покупали квартиру, они взяли дополнительно кредит, там, по-моему, миллион или полтора не хватало в банке, да, им дали, одобрили, вот, и они вместо того, чтобы делать ремонт, просто деньги вложили, ну, вложили, как бы, ну, отдали мне. А мне почему нет, я как бы, ремонт у меня стоил дешевле, да, чем вся эта история. Вот, поэтому так тоже можно, это тоже рынок. И вот ребята, которых я сейчас рассказывал, которые за 50 миллионов тоже покупают и делают ремонт, продают, у них такой тоже опыт есть уже с квартирой, то есть у них есть положительный опыт с квартиры, там, по-моему, если я не ошибаюсь, около двух миллионов, то есть они, ну, как бы, оборачиваемость, а с домов уже 20, то есть с домами гораздо интереснее. Но схема та же самая. То есть деньги тут есть и можно работать в разных позициях. В позиции, когда ты делаешь, там, визуализацию, дизайн, а также в позиции, когда ты сам руководишь этим процессом. Это все зависит от того, насколько ты уверен в себе, насколько у тебя навыки дополнительные развиты, да, если ты всю жизнь в банке работал и у тебя была куча подчиненных, либо ты разрабатывал какую-то систему, да, то и в дизайне ты систему быстро увидишь, то есть нужно понять только технологию. И наоборот, если ты только студент начинаешь, у тебя нет ни опыта общения с людьми, ни навыка переговоров, вообще ничего нет, то тогда, как бы, на миллион сразу выйти не получится, но получится через два года, например, когда будете действовать по правилам и эти правила вживутся в жизнь, как навыки. Вот это вот самое важное. То есть тут волшебства нет никакого, это не волшебная таблетка, это вот не суперзавтра стал миллионером, нет, это путь, который конкретен и возможен. Вот для этой темы у нас есть замечательная такая тема, которую я показываю, рассказываю, называется, я специально ее записал, называется она «Путь с нуля», как раз таки до миллиона, да, вот курс 7 плюс 7, сюда нажимаем, и вот здесь вот, вот это очень недорогой курс специально, где я рассказываю, каким образом можно за примерно там год, да, пройти все вот эти вот нюансы. ссылка будет под этим видео, да, кстати, цель этого видео показать вообще, какие продукты у нас есть, что мы делаем, познакомить немножечко с собой. Вот мои объекты, ну давайте сразу, это вот объект в Жуковке я делал, это объект на Новой Риге, вот такой вот проект, он сейчас доделывается, это я здесь проводил экскурсию, сюда выезжали наши тоже студенты. Это наш объект в Каннах, там реконструкция отеля, вот прямо на первой линии очень классный отель, Прованс называется, Провансаль, в Каннах около Антиба, очень круто, вот мы делаем, делали такие визуализации, они висят, ну везде на фасадах, фасадах, да, в Каннах. Значит, дом очень тоже классный, да, один из там визитных арточек, мы здесь делали и фасад, и внутрянечку. Вот это тот бассейн, по которой, кстати, я рассказывал, вот этот бассейн сделали, вот колонны еще пока не поставили, вот как раз это мы здесь на обмерах, вот так в целом, ну получается так же. Наши студенты, уважаемые девчонки, все уже дизайнеры, то есть уже все профессионалы, уже работают. Вот это я фотографирую процесс, это я снаружи дома, это вот у нас девушки, студенты на обмерах вот этого дома, не на обмерах, а я показывал, как авторский надзор вести, что у нас есть выездные занятия тоже. Маленький даже такой вот интересный проект, клиент заказал, что вот давайте сделаем домик для принцессы, это его дочка, вот, ну и вот с Эмилем, с нашим дизайнером, в партнерстве мы работаем с архитектором, он здесь, мы здесь меряем объект. Так, в том числе мы работаем там с премиум, вернее, не только с премиум работаем, но и с корпоративными клиентами работаем. Я не скажу, что это супер какой-то инновационный дизайн, но вот просто вот такой дизайн факт таковый, что вот этот вот проект на Арбате мы делали, Аэрофлот, это делали Сбербанк, ну вот, Южный порт, Москва-Сити сделали, АК-Квартал вот это вот уже построили, может быть, знаете, вот этот вот терминал, то есть большой-большой комплекс у нас был, плюс ряд визуализаций мы делали для, ну вот, вообще продажи башен. Интересная особенность, что когда только мы сделали вот этот вот дизайн, вот здесь вот башен, их уже там две башни продали, собственно, ну, ой, под офисы продали, вот, и нам даже там не пришлось доделывать, но проект мы все равно сдали. И терминал, вот этот вот терминал, где от МФЦ, от Кольца до Москва-Сити вот этот вот весь переход тоже мы делали. Тоже не скажу, что там много дизайна, просто сам процесс интересный. Это в Магадане мы делали проект, тоже очень интересно, полностью удаленно был сделан и реализован. Не так немножко там пришли, значит, по итогу, что получается, снизили финансирование и сделали немножко по-своему, но проект сам по себе очень интересный, и то, что он был сделан удаленно, тоже очень прикольно. Этот объект вот реализован, кстати. Так, это объект на Дмитровском шоссе, на МКАДе стоит отель, компания Ташир, ну вот, собственно, в классике, да, просили так сделать, все сделали. Это объект Кэлли Хоппен, работали с компанией Баркли и делали для них там два здания. Филипп Старк и Кэлли Хоппен работали с их компанией, очень тоже интересно. Вот тоже Ташир, Ю, вот Филипп Старк, Фанни Каббани, Детский мир, это компания ГАЛС Девелопмент, ну и Сбербан. В общем, мы работаем в том числе и с корпоративными клиентами, это интересно. Но наш конек, на самом деле, все равно это частный интерьер, и я вот за специализацию, то есть просто вот это вот гораздо мне больше интересно, да, какое-то личное, частное участие с людьми, которые будут потом жить, это вот одно из самых важных вещей. Вот, собственно, в этом, значит, курсе я рассказываю, как дойти, и вы можете просто его посмотреть, полистать, это как книга сделана, ну, не как книга, да, как мини-курс, да, в котором вы можете вообще все посмотреть, как оно работает. Хорошо, вернемся дальше. Значит, особенности, личная история, все остальное, да, мы пробежали сейчас, я показал некоторые проекты. Давайте теперь, для кого вообще будет полезно у нас обучаться. Первая, да, категория, что если вы еще не дизайнер, но у вас есть желание освоить с нуля профессию, то есть в этом случае вы можете войти в профессию быстро. Кстати, если вы бизнесмен либо планируете заниматься бизнесом, вы можете быстро как бы освоить саму эту технологию. Для чего? Для того, чтобы уметь управлять. Если вы уже дизайнер, ведете проекты, но у вас нестабильность с заказами, есть полная, пошаговая, последовательная технология привлечения клиентов, которые нужно овладеть, и тогда у вас постоянно будут заказы, абсолютно постоянно. Это технология, которая работает. Можно за счет известности это делать, за счет экспертности, либо за счет активных действий. То есть все три способа, они работают, очень много людей уже тоже через них прошли, я сам их прохожу, то есть все, что вот вы видите, тоже я купил благодаря, собственно, 3D Max, умению делать дизайн, благодаря созданию дизайнерских идей, и все, что вот это есть, это вот именно вот в голове, то есть у меня нет там каких-то богатых родителей или еще что-то, я просто соображаю достаточно быстро, у меня нет там супер какого-то мега таланта, ну просто я как бы творческий и сообразительный, вот, и это есть в каждом, и это можно развить. Вот я за много-много лет это развил и превратил в технологию, и помогаю теперь это делать другим ребятам. Так, есть офисы сотрудники, если у вас уже, если вы дизайнер, но вам нужна систематизация. Ко мне также приходит на обучение много ребят, у которых уже все хорошо, примерно как у меня, но не хватает некой системы. То есть бизнес работал, бизнес двигался вперед и двигается сейчас, но времени катастрофически не хватает, поэтому нужно что-то делать, чтобы сотрудники работали сами и двигали этот корабль как бизнес вперед. Это очень важно, и это тоже делается, это результат внедрения системного бизнеса на уровне сотрудников. Очень важная часть, поэтому, если такая задача, тоже обязательно приходите. Есть, под каждой из этих тем есть специальная программа. Также, если вы предприниматель, то есть, если у вас есть деньги, если вам интересна тема дизайна, не обязательно, допустим, покупать франшизу кофейни, там за 2-3 миллиона, да, можно гораздо выгоднее вложить это дело в организацию бизнеса по дизайну. Не обязательно снимать офис, хотя тоже можно, но в зависимости от того, сколько у вас инвестиций, примерно от 1 до 3 миллионов, если вы готовы вложить, то примерно за полгода, за год можно построить хорошую студию, компанию, которая будет на этом рынке занимать хорошую позицию и будет, вы сможете, если у вас такие деньги есть, скорее всего, у вас круг общения тоже достойный, да, и вы как минимум сможете начать с кем-то работать, взаимодействовать, получить кейс и дальше уже по сарафану запускаться. Поэтому, если у вас есть желание открыть компанию по дизайну, у меня есть полностью вся технология, как открыть компанию по дизайну. Это не франшиза, то есть, я не передаю вам свое имя, но могу обеспечить, в том числе, привлечением клиентам заказами, сотрудниками, у нас есть система привлечения клиентов по сотрудникам, у нас есть портфолио, которое можно использовать на первых порах, вы можете использовать меня, либо мою студию в качестве надежного подрядчика, а моя задача будет научить вас, собственно, работать по нашей технологии и вы будете работать уже непосредственно над проектами, получая свои деньги за проекты. То есть, вот такая история, это тоже возможно от 1 до 3 миллионов. Поэтому разные есть способы, разные есть темы. Если вам эта тема интересна, то обязательно сейчас под этим видео спрашивайте меня, либо пишите в директ, пишите сообщения, свяжемся. Ну, потому что, ну, не зря вы это смотрите, я думаю, сейчас смотрите, потому что вам в целом интересно. Есть тема по дизайну интерьеров, и они разные, и какую-то для вас можно точно найти. Не стесняйтесь, пишите. Мы будем сейчас работать только с самыми решительными. В принципе, я для этого видео и записываю, для того, чтобы найти себе партнеров, с кем мы можем развивать технологию, с кем мы можем развивать индустрию и идти двигаться дальше, и в творчестве, и зарабатывать деньги. Естественно, это тоже важно. Так, чтобы не быть голословным, смотрите, чем отличается там хорошая школа и обучение от непонятно чего. То есть, тут я думаю, что я вообще работаю с людьми, которые осознанные, вот это самое главное. Я никогда не занимаюсь какими-то там суперобещаниями, шапка с гидательством, что типа вы станете миллионером, ничего подобного, работать не будете, не станете. Но есть факты, то есть, есть факты, с которыми не поспоришь. Есть люди, которые прошли, стали дизайнерами, и у них все хорошо, у них получается. Причем факты до того, как бы правильные, что вы можете потыкать, вот каждый вот взять сайт, посмотреть, почитать историю каждого выпускника. Это вот конкретное, вот я сейчас всех вот прокликал, да, соответственно, Екатерина Дятлова, да, вот, пожалуйста, что случилось, как делает, услуги, цены, наши работы, как работает, что делает, какие у нее особенности, вот какие проекты делают. Можно почитать, можно связаться, абсолютно, вот, как бы работающий профессионал, работающий дизайнер. Ольга Рудакова, да, вот тоже у нас училась, разные курсы проходила, и по управлению, и по визуализации, и по бизнесу, ну, разная тема, собственно, вот она сейчас работает, она не только у нас училась в разных других местах, но, собственно, хороший человек, учится везде. Майя Смирнова, вот тоже в данном случае. Я сейчас вот не хочу просто кого-то там причислять, обидеть, не обидеть, чтобы никто не обиделся, да, что я их забыл. Я всех помню, у нас про каждого есть отдельные истории. Я к чему? Потому что если вы выбираете, то нужно выбирать, как бы, из того, что конкретно. Вот, посмотрите, прокликайте, все тут есть, да, вот, как бы история, вот кто что делал, абсолютно, вот, абсолютно адекватно, точно, честно. Посмотрите, это подтверждение результатов. Вот подтверждение результатов по финансам, да, там по творчеству было, то есть в основном тут становились дизайнерами и получали технологию по дизайну. То здесь уже кейсы учеников по финансам. Это у нас был курс привлечения клиентов, я не помню, первый, а, да, первый или два, результат привлечения клиентов. В общем, после того, как вы научились делать дизайн, мы учимся делать деньги. И это был курс на месяц, по которому мы делали упаковку себя и стартовали в продажах. Вот это вот в долларах указано, потому что, ну, собственно, тогда в долларах было в основном все. И так как рубль постоянно прыгает туда-сюда, вот я указал в долларах, как оно в принципе и было. Вот. Это люди, которые по факту получили столько-то денег, также вот. Это вот их данные, да, которые проекты они сделали, они показывали, рассказывали. В общем, это столько продаж, да. Это не значит, что столько они в карман себе получили прям вот наличными, да, и пошли снимать. Тоже, да, чтобы не было каких-то голословых утверждений. Это настолько они продали проектов. То есть, соответственно, рентабельность проекта примерно 50%. То есть, если за 50% можно его сделать, то если поделить пополам, то примерно такую сумму, это, ну, люди себе взяли, ну, для себя. Если они сами выполняли свои работы, то есть, сами были дизайнерами, то, соответственно, они просто сделали работу и эту сумму вторую тоже себе же взяли. Понятно, да, такая логика? Так, значит, система состоит из пяти уровнях. Почему из пяти уровней? Это система, на самом деле, получения профессии полезной, получения навыка и заработка. Вот она из пяти уровнях. Это у нас скрин из нашей книги. Да, кстати, кто-то не знает, если у нас есть книга. Покажу сейчас ее. Книга называется энциклопедия дизайна и комплектации. Отличная, крутая книга. Вот можно почитать содержание книги. Значит, что-то сюда входит. Здесь я рассказываю полную технологию о том, как работать на проекте, как работать с поставщиками, как работать с клиентами, да, соответственно, как клиенту выбирать поставщиков и дизайнеров, как дизайнеров не обжечься с поставщиками и наладить отношения с клиентами, и как поставщикам продавать больше и дороже через дизайнеров. Вот тресторонняя такая история. Книга на 528 страниц, миллион отзывов по ней. В общем, полезная очень тема. Вот я эту книгу написал. Значит, можно ее тоже купить. И вот этот скрин, это из нее. Давайте посмотрим этапы, да. Я думаю, что многим сейчас уже интересны этапы. Что же нужно будет делать и какие результаты в доходах это несет. Сразу скажу, я не обещаю этот доход. А что потом не было. Вот там Орехов обещал вам миллионы. Нет. Я говорю, что это возможно и есть технология. Вот давайте с этим договоримся. Она как бы разумно понятна. Я готов ее защитить, показать, рассказать. Ну, то есть, это уже детали. Для этого вам надо в целом поверить в себя, написать, сказать, да, мне в целом интересно и поговорить. Тогда уже, ну, если это продвинуты какие-то курсы, то уже лично можем какую-то скайп-сессию сделать. То есть, у нас есть такая тема, как индивидуальная консультация. А если это профессия, ну, тут уже очень много кейсов. Тут, в принципе, просто посмотрите содержание и увидите, что свои там вложения в 100-150 тысяч на эту технологию. Если вы будете работать лично со мной, а на курсе мы работаем лично со мной, я считаю, что если я берусь за кого-то, я обязан довести до результата. Ну, то есть, я точно доведу до результата. Я никогда никого, ни одного человека никогда не кинул и не сказал, что все, у тебя там время кончилось. Нет. Мы работаем сколько нужно до того момента, пока результата не будет. Абсолютно со всеми. Ни один человек в мире меня не может упрекнуть в том, что вот я с ним не позанимался. Каждую неделю я занимаюсь с ребятами, два-три раза встречаюсь, веду до результата. Поэтому профессия это абсолютно простая технология, ее надо только делать. Талант, он развивается. То есть, если у вас таланта, если вам интересна тема дизайна, у вас уже талант внутри есть по-любому. Потому что не бывает, что вам интересно и таланта нет. Значит, у вас уже есть расположенность к этому. То есть, вопрос как бы в технологии, что это надо сделать. Это делается примерно вот за 6-10 месяцев. Вы изучаете эту тему, делаете проект. Если вы делаете все хорошо, мы сразу вам даем заказы и вы начинаете отрабатывать. Если у вас есть свои заказы, вы берете свой заказ, берете предоплату и на эту предоплату работаете. Присылаете мне, я смотрю, что у вас все получается, что не получается, даю комментарии и дальше вы уже, ну, собственно, вносите и работать с клиентом, получаете деньги, ну, а деньги окупаете уже сразу же с обучения. Так делают, так бывает, так делают наши студенты. Можете почитать их истории, можете обратиться лично, с каждому специалисту, вот, можете прямо вот им написать, сказать, как вот у вас было. Он говорит, да, вот так и было, они вам все расскажут. Дальше, как только вы это научились. Следующая тема, это система привлечения клиентов. Это тема сильного продукта, то есть нужно добавить сюда комплектацию авторский надзор, хотя бы базово. Нужно сделать упаковку и презентацию, нужно сделать переговоры и продажи, чтобы у вас было умение это делать. И как только вы это делаете, клиент на вас не катается, да, сверху, да, и не требует то, за что не заплатил. Соответственно, вы не теряете деньги, вы не теряете время, у вас четкая экспертная позиция, с клиентом вы работаете и за счет этого вы выходите, за счет того, что у вас есть очередь постоянных клиентов, которые к вам приходят, потому что вы наладили технологии и вы выходите примерно вот на 150 тысяч в месяц. Это уже очень хороший уровень, который позволяет вам уже не заботиться о том, что где мне завтра взять клиентов. Клиенты у вас уже есть, у вас возникает другая проблема, проблема кто это все будет делать. И это третий этап, это сотрудники и команда. То есть если вы чувствуете, что клиентов у вас уже много и есть, вам нужно срочно заниматься построением команды и делегированием. Это тоже очень большая проблема, я встречался, у меня даже учится много дизайнеров, кто вот уже очень успешно, у него клиенты все хорошо, продукт отличный, все качественно, но не хватает именно навыка делегирования. И как только мы внедряем навык делегирования, все становится на свои места и доходы растут просто вверх. Поэтому третья часть – это навык делегирования обязательно нужно сделать. Если вы сделаете все это правильно, будете в такой ситуации, как я вам рассказал, когда вы берете деньги, 20% отдаете примерно там на исполнение, 80%, если сами вы работаете дизайнером в том числе, оставляете себе. Если вы работаете уже не хотите, хотите заниматься привлечением, то тогда не 80% вставляете, а 50%, а на эти 30% организуете производство. Понятна эта мысль? Ну, надеюсь, что да, в математике все учились, проценты, цифры все более-менее в голове посчитали. Ну, я уверен, что сообразите, да, что к чему. Поэтому на этом этапе вы уже думаете, либо сами делаете, либо понимаете, что неплохо бы и бизнес организовать. Доход примерно уже 300 тысяч будет. Почему? Потому что вы делаете проект, у вас есть клиенты, вы делаете комплектацию авторский надзор, клиенту продав один раз, не испортив с ним отношения в процессе, вы допродаете ему дальше. Это комплектация, это ведение стройки, это полностью сопровождение. И взяв таких три клиента, вы уже целый год заняты. А таких клиентов можно не три взять, три можно в месяц взять. Вопрос, кто их будет делать. Здесь уже встает вопрос о том, что надо делегировать и строить команду. Вот, поэтому здесь вы уже должны, чтобы команда работала, чтобы не вам приходилось их приходить в офис и пинать давай работать, чтобы команда работала системно и без ошибок. Вот это уже нужно строить систему производства. Вам нужно скрипты строить, отделы продаж, чтобы кто-то продавал вместо вас, чтобы самому на телефоне сидеть. И сценарий производства, чтобы производство шло как по маслу, как вы запланировали. Также вам нужно будет вводить уже стандарты качества, чтобы люди понимали, что такое качественный продукт, что вы платите только за качественный продукт, а за некачественный не платите. Чтобы потом не было на вас обид и каких-то проблем с организацией сотрудников. Для того, чтобы сотрудники работали слаженно, для того, чтобы у них была слаженная система, вы должны построить, чтобы у вас система работала, как часы это ваша обязанность и по сути вы делаете дизайн но дизайн уже не проекта и не дизайн интерьера а дизайн своей студии это уровень уже там на 500 тысяч то есть если у вас уже есть навык руководства корпоративный допустим в банке до часто бывает либо у кого-то свой бизнес был вы понимаете уже о чем я говорю и вы сможете построить такую команду вам не хватает только вот первой части именно профессия то есть понимание как идут процессы а выстраивание процессов уже у вас уже готова вас есть не есть этот навык то есть по сути чтобы дойти до 500 тысяч в дизайне вам нужно всего лишь изучить вот эту часть скажем так ну за небольшую сумму достаточно относительно остальное у вас есть и вы окупаете это еще быстрее чем новички потому что новичкам приходится по шагам идти они новичкам у кого есть уже какие-то опыт и навыки они быстрее в силу того что они умеют либо продавать либо они умеют выстраивать система либо у них там есть клиенты до запасом по сарфан мураде допустим так и 5 интересная вот но не для всех скажу сразу но если вы это внедрить это будет очень крутая штука то есть это лично бренды известность когда вы становитесь известны в каком-то узких кругах не обязательно широко известны чтобы вас по телевизору показывали но вас знают в рамках какой-то определенной категории пример у меня знаю там в категории систематизации бизнеса дизайна все известный человек в принципе вот наверно номер один в этой теме который все это дело развил индустрию построил написал книгу до стандарт профессии выпустил не один десяток лет уже об этом рассказываю и много людей уже выпустил по этой технологии с моей технологии используют сотни если не тысячи дизайнеров то есть вот у меня такая тема какая тема будет у вас тем бывает разное у нас есть очень много разных примеров кто-то идет в сегмент лакшери премиум до работать только с премиум сегментом и становится известным там кто-то идет в более низкий сегмент и строит там студии например который захватывает локально ну вот в городе в своем городе не в крупном а в небольшом городе становится студия там номер один вот это тоже интересная тема короче позже так теперь потом если вам все это интересно то пишите мне сейчас директ либо пишите комментарии под этим видео пишите нам на почту координаты здесь смотрите такая тема что вот вы слушаете вам наверное это все как бы заходит полезной и здорово то есть людей отличает те кто действует получает результат до тех у кого результат будет либо будет через несколько лет лет отложен тем что нужно как бы начать диалог нужно начать пробовать поэтому самый лучший способ это сделать сейчас выявить среди вас кто является самым активным участником да и начать действовать в этом направлении что для этого нужно оставлять заявку пишите в директ с вами свяжется менеджер назначен консультацию мы с вами пообщаемся если все подойдет детали обсудим если там вы поймете что мы вам подходим а мы поймем соответственно что вы тоже готовы работать они просто платить нам не нужно просто платить нам нужно еще и работать на что я работаю с людьми которые дают результат я хочу чтобы у всех наших студентов были результаты поэтому у нас будет небольшой опросничек для вас анкету вам нужно будет заполнить если вы подойдете то тоже окей соответственно мы просто смотрим друг на друга если видим что мы друг другу полезно то начинаем если нет ну значит значит ищите какие-то другие альтернативы к сожалению не всем не всегда я смогу помочь как мне вчера пишет девушка вот дайте мне пожалуйста волшебный пендаль я пишу вот те волшебный пендаль что-то не хватает а я как бы не работаю с теми как бы кто не может сам себе сформулировать и кто не может сам себя мотивировать вы типа мотивировать тебя стоит денег ну и времени я не хочу на эту жизнь дать я работаю с людьми которые уже собрались решились как я уже сказал выше там от 100 тысяч если там ты примерно даже вот не можешь как бы понять как это работает а каких бизнес и премиум сегменты мы вообще говорим ну как бы наверное еще рано то есть надо попрактиковаться на какие-то базовых позициях вот поэтому не дайте каким-то внутренним страхом установкам себя недооценивать на то есть обязательно нужно быть уверенным в себе и решить я могу вот сейчас решить я могу и оставить заявку то соответственно вот это про вас если нет тоже хорошо значит вы просто послушайте прикольно и интересно и не сделайте первый шаг это тоже нормально это тоже ваш выбор да не всем быть дизайнером нужно да хотя может быть это мечта и как бы не всем это надо но кому надо вставлять заявку свяжемся и поговорим уже дальше уже более персонально с менеджером все обсудим и может быть дальше даже со мной расскажу какие перспективы лично для вас в этой теме и так значит прошли подробно по каждый уровень смотрите теперь здесь вот у нас странички да я буду показывать рассказать что туда входит сейчас уже наверное тем кому более интересно пока каждый уровень я вот говорил что есть начинающие есть опытные есть бизнесмены есть кто уже со студии сейчас я буду рассказывать какие у нас есть отдельный модуль отдельная программа для каждой теме уровень 1 это профессии дизайнера вот она что получите профессию дизайнера научитесь делать воплощать проект опять же чтобы не быть голословным вот мы в нашей студии вот здесь записывали видео трифонова алина то есть таких у нас было много выпускников студентов вот алина завершила блог по дизайну одна из наших выпускников сделал свой проект рассказывает о нем вот можно посмотреть видео вот что она делала там света дизайн дизайн мы вот ее рекомендуем кстати если смотрите алина замечательный дизайнер все умеет делать по нашей технологии полностью может сделать вам проект поэтому обращайтесь также у нас есть другие выпускники сможете посмотреть их я могу тоже прислать контакты свяжетесь ли вам нужно сделать дизайн то вот многие клиенты находят толковых дизайнер именно просто вот у нас на сайте смотря там видео смотри материал потому что алина полностью обладает технологии что вы научитесь делать первым этапом создание дизайн проект это анкета и техническое задание это планировочное решение вы научитесь делать визуализацию и рисунок детальный дизайн света дизайн материала рабочий проект как выглядит альбом по итогу и что делается вот можете тут на видео посмотреть также можете запросить у меня дополнительную информацию у меня очень много выпускников я найду собственно какие вам будут полезно что вы посмотрите это первое это базовый уровень следующее что нужно будет сделать это реализовать объект авторский надзор комплектация инженерная грамотность здесь все для того чтобы вы смогли не только нарисовать но и реализовать проект это вот очень важная часть значит с третьей части ты получаем заказа сюда же я включил навык базовый по упаковке чтобы вы могли об этом всем рассказывать в интернете и получает уже заказа то есть тоже у нас есть интервью замечательное там как получать заказы как наши выпускники получают заказу тоже расскажу и дам технологию то есть результат какой чтобы вы пройдя этот модуль первые стали дизайнеров так второе стали зарабатывать и отработали как минимум в два раза стоимость курс это моя такая задача если я ее выполню вместе с вами то считаю свою миссию здесь как бы завершенная и считаю что очередь все хорошо получилось в результате что получается в результате ученики на этом уровне делают такие проекты это те проекты которые делали учебу ученики после этого уровня вот эти проекты с не буду долго останавливаться можно почитать описание но вот эти проекты делают ученики из них платят деньги какие-то проекты мы заказывали это было в нашей студии какие-то сами они уже делать вот по факту так Так, такой дизайн. Вот такой дизайн вы научитесь делать со мной. Делать самостоятельно. Так, средний доход выпускников с этих проектов 60 тысяч рублей при удаленной работе, это в месяц в качестве наемного сотрудника, и 150 тысяч рублей в месяц, если вы ищите собственных клиентов. Эта тема подтверждает то, что я выше рассказывал, о том, сколько можно зарабатывать. То есть, если вы зарабатываете с командой, работаете с кем-то, то ваш доход ниже, то есть около 50% минус налоги, скажем так. Если вы сами работаете, то все 150 тысяч вы забираете себе. Антонина, Ольга Линсон, Олеся, ну вот, собственно, смотрите, да, Ксения, можете покликать, они являются выпускниками, у них есть результат. Второй уровень – это система привлечения клиентов. Если вы уже умеете делать дизайн, то, в принципе, вы можете заняться поиском привлечения клиентов. Здесь у нас, я не буду перечислять, все можете почитать, посмотреть. Ключевое – это вы ищите уникальность свою, чем вы отличаетесь, вы упаковываете свое предложение, вы учитесь привлекать клиентов за счет бесплатных и платных способов. Ну, если бесплатные, то вы тратите свое время, если платные, то вы тратите свои деньги. Но и то, и то надо делать разумно, правильно, с умом. Вот я учу делать, как это с умом, проверяю ваши креативы. Вот вы сделали какой-то креатив-то рекламу, надо дать проверить. То есть я его проверяю, говорю, да, это будет работать с долей вероятности на 90%. А это не будет, надо поправить. Я объясняю, почему. То есть вы не сольете деньги в рекламу, потому что обычно, если вы обращаетесь в рекламное агентство, вам говорят, ну, давайте сделаем, там посмотрим. Дадим там тест результаты, посмотрим, как будут или не будут кликать. Это какой-то непонятный, неправильный способ, я считаю. То есть правильно спроектировать это так, чтобы это подходило под вас и под вашего клиента. И тогда это уже будет работать. Все свои рекламы, которые я давал, у меня ни одной рекламы не было провальной. Все рекламы, которые когда я либо давал, приносили лидов и клиентов. Другое дело, что мы их всех обработать не могли. Поэтому мы выключали рекламу, у нас загрузка достаточно полная. И в этом случае получается, что правильно спроективная реклама, она работает. Вот, вам надо научиться это делать. Дальше, когда к вам пришли лиды, пришли клиенты, вам нужно научиться их обрабатывать. Это переговоры-продажи. То есть это навык конвертации заинтересованного человека в уже реального клиента. То есть это важный такой навык, да, идет. Вот, соответственно, вы это тоже делаете и делаете это системно. Так же, как мы все делаем, в принципе, системно. Переговоры-продажи тоже история. В чем она заключается? В том, что если 10 у вас обращений есть, вы закрываете из 10, допустим, 7 на контакт, навстречу. И из 7 вы заключаете 3-4 контракта. Это правильная настроенная переговора и продажа. То есть это вот правильно. Если вы не берете никого, ну то есть в худшем случае там одного-двух, это плохо, да, то есть лучше больше брать. И в лучшем случае вы берете всех, потому что ваше приложение вообще шикарное и вы сами молодец. И также здесь уже имеет смысл включать сделки на крупные чеки. Это технология продажи 1 на 1 на консультации. Увеличение среднего чека, чтобы вас покупали там не за среднюю по рынку стоимость, а гораздо выше. Методика продаж без продажи. Что это значит? Чтобы люди сами просили вас купить. То есть такой продукт, создание и презентация продукта так, чтобы люди понимали, что купить у вас самый лучший способ. И увеличение среднего чека, то есть чтобы у вас покупали выше, чем у конкурентов. Также переговоры с непростым клиентом. То есть есть клиенты, которые сами профессионалы переговоров являются. Их они ставят для себя святой обязанностью вас каким-то образом проломать или прожать по цене. Вот как с такими тоже работать. Есть замечательная методика, которая позволяет даже самому вот такому человеку, который любит торговаться, он поймет, что это бессмысленно делать. Причем поймет сам. Вот я тоже рассказываю, как это делать на нашем обучении. Это второй модуль. И, конечно же, кейсы учеников, которые организовали бизнес. Пожалуйста, смотрим. Есть ссылки, все работающее, все, пожалуйста, можно покликать, посмотреть. Это вот Татьяна Милошенко, дизайнер, Семен Вишняков, дизайнер, Наташа Ламейко, опытный дизайнер, Тарас. Все организовали бизнес по этому направлению. Уровень 3. Сотрудники и команда. Здесь мы уже включаем большую артиллерию. И нам не обязательно офис снимать, вот как здесь. Это просто красивая картинка, но она не обязательно. То есть команда может точно так же работать виртуально, удаленно. Никаких проблем в этом нет. Здесь я научу, как это делать. И даже более того, на самом деле удаленное управление, оно более предпочтительно. Почему? Узнаете чуть позже. Но в целом оно позволяет экономить деньги на офисе и мотивацию повышать, потому что вы берете в эту систему уже мотивированных сотрудников. Вот как их искать, как им давать стратегию, как сделать так, чтобы они не дергали вас по каждому какое-то согласование, чтобы они сами все решали и решали в вашу пользу, чтобы у вас все работало. Это тоже возможно. У нас это работает уже несколько лет. И не только у нас, у наших тоже выпускников, которые я показываю, кто бизнес организовал. Система очень рабочая, очень устойчивая. Она прям отвечает на все вопросы. То есть любой вопрос мне можно задать. Я вот часто выступаю и многие люди говорят, нет, у вас там все не работает, либо все не так, либо для творческого бизнеса это не работает, либо в моем бизнесе это не сработает. Вот это такое достаточно часто бывает. Я говорю, хорошо, давайте задавать вопрос. И нет такого вопроса, который я не могу ответить. Всегда на всех выступлениях я отвечаю на все вопросы, потому что если что-то не работает, то просто человек не понимает систему. То есть он не понимает, как все устроено. Как только понимает, как все устроено и как мы можем влиять на это дело, то сразу же все становится прозрачно и просто. Абсолютно рабочая схема. Вот, соответственно, здесь то же самое. Сотрудники команды вы ставите таким образом, чтобы сотрудникам выгодно было двигать вашу команду вперед. И по сути делаете так, чтобы не вы им платили зарплату, а они сами зарабатывали и приносили вам деньги. Вот это вот самое главное здесь такая модель. Она кажется неочевидной, но она работает. И когда вы будете делать компанию, лучше делать так. А если, сразу же забегая вперед, если вы сами сотрудник, и вы находитесь на первом уровне, то что мы обсуждали, то для того, чтобы привлекать клиентов, в том числе корпоративных, что нужно делать, это я уже потом понял, нужно как раз таки быть таким сотрудником, который двигает бизнес клиента вперед. Вот именно поэтому у вас будут покупать, а не потому что у вас красивые рендеры. Вот в чем прикол. Вам нужно быть таким человеком, который очень незаменимый, да, по сути. Как это сделать, я тоже рассказываю. Поэтому приходите, будем обучаться, вложите время, ресурсы, не только деньги, но и свое собственное время. Нужно будет вложить на обучение, и тогда у вас все получится. Нет такого случая, что не получилось. Опять же, это подтверждают кейсы. Марина, Кирилл, Майя, Глев, у всех есть компании, у всех есть студии, можно покликать, посмотреть конкретные работающие компании, у всех есть инстаграмы, в общем, все двигаются, все работают. Четвертое, это система производства. Мало взять людей в систему, надо объяснить, как работать правильно, чтобы у вас была эффективная работа. У меня было так, что у меня была компания, ну, собственно, по визуализации, с чего это началось, вообще вся трансформация, и в компании по визуализации наши сотрудники, ну, работа не сильно эффективна. Я думаю, почему я делаю эту работу за два дня, а сотрудники неделю делают. И причем ребята были более талантливы даже, чем я, то есть они лучше рисовали, но у меня почему-то быстрее получалось. С чем это связано? Это связано с организацией рабочего процесса. То есть это личная эффективность плюс правильная последовательность, когда у вас нет трения, когда у вас все последовательные процессы один за другим выстроены. Вот это важно. И как только человек понимает, какие процессы как выстроены, у него вдруг идет рост по производительности. И если у него рост по производительности, то что получается? Он успевает больше, вы зарабатываете больше, соответственно, и он получает больше. То есть мы делаем так, чтобы человек просто быстрее работал и помогаем ему в этом. Вот это очень важная вещь. Что это, как это сделать? У вас есть документы отдела производства, вы их пишете, помогаете людям их освоить. У вас есть документы отдела продаж, все то же самое надо сделать в продаже, чтобы самому не заниматься. И у вас есть шаблоны. Эти шаблоны, все эти документы, кстати, тоже входят у нас в курс. Если вы идете на создание, систематизация производства, это система создания студии, либо вы после изучения дизайна захотите создать компанию, мы вам все эти шаблоны тоже в том числе даем и учим пользоваться. И помогаем. У нас даже есть такая услуга, сервис, где мы помогаем внедрить вам полностью нашу систему, которая у нас работает. У нас дается вам менеджер отдельный, с которым вы общаетесь. Если вы хотите бизнес построить под эту тему, то обращайтесь. Это самая лучшая возможность, гораздо лучше всех франшиз, потому что задача франшизы продать франшизу. Наша задача, чтобы у вас работало все, потому что пока у вас не будет работать, наша работа не будет закончена. Работало не в плане, чтобы вы нам деньги платили постоянно, как во франшизе это бывает, а в плане, чтобы у вас система заработала, чтобы вы поняли, как она работает. И чтобы вы сказали, да, все мне понятно, все, теперь все ясно, все работает, все приносит мне деньги, и спасибо вам большое. У меня такая задача. Поэтому еще раз показываю кейсы. Кейсов очень много. Вы видите, они как бы через каждый модуль. На самом деле, их там сотни кейсов, я даже всех сюда не смогу поместить, но вот это конкретные ребята, можно прокликать, посмотреть. Тоже сейчас останавливаться не буду. Вот, большие молодцы, они у нас поступали, многие из них, в том числе на конференции. В общем, ребята, всем вам привет, кто здесь. Это живые люди, с живыми сайтами. Конкретно можно их прокликать, можно им написать, обратиться. Я думаю, что они проконсультируют вас, насколько это реально, насколько все у вас получится. Возможно, да? Если там не верите мне, потому что всегда лучше, когда не сам себя хвалишь, я сам себя хвалить не хочу. Я знаю, какой я молодец. Я хочу, чтобы вы сами сделали осознанный выбор, да? Либо, со слов может быть, других людей, потому что самое правильное, когда у вас говорят другие как-то. И говорят даже не словами, а результатами конкретными. Что поменялось в жизни у людей, вот это очень важно. Уровень 5. Это личный бренд и известность. Тоже технологии на самом деле. В какой-то момент я понял, что надо становиться известным. Для чего? Ну, потому что это просто прикольно, интересно. Это одна из элементов, один из элементов систематизации и монетизации. Почему это важно? По трем причинам. Причина номер один. К тебе хотят, как бы у тебя идут более дорогие клиенты. Они тебе верят и легче привлекать. Более крутых клиентов, если они видят, что ты известный дизайнер, выступаешь на сцене, значит ты как бы топ через дизайнера, значит у него можно заказывать. То есть проект лучше. Второй момент. Это как бы, ну такое признание среди коллег. Это просто интересно, да? То есть ты можешь делиться опытом, люди тебя знают, ты знаешь людей, тебе открываются новые двери, новые возможности, новые коллаборации. То есть какая-то такая внутри, не студийная, а внутрииндустрийная динамика появляется. То есть это круто, да? Каждый делает своим делом, и мы вместе двигаем индустрию вперед. Это тоже вторая часть. То есть работа должна приносить удовольствие, да? Не только деньги и удовольствие, творчество, но и какое-то общение. И третья часть – это сотрудники, да? То есть клиенты, да, к нам приходят, мы как профессионалы вместе, и третья – это сотрудники, когда тебе легче искать сотрудников своих, потому что люди к тебе приходят. Ну сейчас не секрет, да, что чтобы работать, чтобы студия и компания работала, очень важно привлекать самых лучших сотрудников и давать им самые лучшие условия. Мы даем сотрудникам обучение, мы даем им возможность работать со мной, мы даем им возможность развиваться, мы даем им деньги, мы даем им участие, возможность в интересных проектах, То есть с нашей командой, с нашей компанией здорово и классно, и качественно работать. Это здорово. Соответственно, мы привлекаем лучших сотрудников в себе. Эти лучшие сотрудники с большой мотивацией, с большим энтузиазмом работают над лучшими проектами. И таким образом круг замыкается. Поэтому известность и личный бренд – это один из неплохих инструментов дополнительного заработка и дополнительного включения. Не скажу, что это первая часть, с которой надо начинать, но начинать с нее нужно уже думать о ней, о личном бренде уже сразу же, как только вы начинаете изучение дизайна. Но внедрять его полностью после каких-то уже первых результатов. Но накапливать информацию, то есть как он работает, что личный бренд показывает твой путь с нуля до какого-то результата. Вот если этот путь не будет простроен в виде какой-то истории, документально подтвержденной фотографиями, кейсами, документами и так далее, то потом в него мало кто поверит. То есть выйти, рассказать на сцену может кто-то что угодно. А у меня, допустим, мой путь документирован буквально полностью от начала до конца. Откуда это? Ну просто у меня такая тяга к документированию всего, это первое. И второе, именно это очень сильно помогло мне создать свой личный бренд и этим пользоваться. А если у меня это было, то почему бы этим не пользоваться? Так, ну вот да, подтверждение как раз личного бренда. Наши выпускники выступают на нашей же конференции. Мы 10 лет подряд делаем дизайн-конференцию. Это крупнейшее событие, где собираются профессионалы делиться знанием. Вот у нас Антонина Лисовская, у нас училась, потом работала, выступает на сцене дизайн-конференции. Ирина Ефеевелова, Марьям Гашимова. Это Тандем Плюс, вот с темой по комплектации девушки внедрили очень интересную тему. Илья Смирнов, бюро номер один. Да, кстати, вот можно там всех посмотреть, всех прокликать. Елена Крылова о работе с VIP-клиентами. Дмитрий Малышев, как он делал, тоже похожий на нашу ситуацию, как мы в Багадане делали офис. То есть он делал офис во Владивостоке, тоже удаленный, с удаленным реализацией. Сергей Лашин уже второй раз у нас учится, уже третий даже раз. То есть постоянно у нас проходят какие-то курсы. Очень положительное влияние на его студию, на его компанию. Он рассказывает о том, как администрирование работает. За другими ребятами, то есть много ребят очень, с которыми мы работали. Тут очень много. Геометриум, Павел Герасимов, Алексей. Значит, вот оно как все выглядит. Это вот реальные кейсы, реальные достижения, реальные компании, студии. Многие добились очень хорошего успеха. Наш зал дизайн конференции. Следующие еще кейсы можно посмотреть. Это вот все цитаты, описания. Это не я придумал. Это вот цитаты людей, которые как бы оставляли отзывы и добивались результата. Неоднократно там выступая в том числе конференции. В чем отличие нашей компании, системы? Мы 10 лет преподаем. Я лично, да, я разработал программу «Стандарт профессии». 20 собственных программ сделал. Тысяча человек посетил дизайн конференцию в 2019 году. 500 человек пошли в программу обучения. Работаем, кстати, конференцию мы делаем с партнерами. Арк-диолог Светлана Котлукова помогает стать известным дизайнером, поэтому тоже у вас будет возможность обратиться. Можно посмотреть видео, да, вот они, видео есть некоторые, которые тоже мы здесь записывали. Мы делаем такие видео-визитки для наших выпускников, где они рассказывают о своем альбоме. Кстати, Валентина Лободина, она делает Инстаграм и через Инстаграм получает клиентов. То есть она на интервью это рассказывала, тоже на YouTube-канале у меня можно посмотреть. Здесь можно прокликать, посмотреть разные проекты. Инна Валерия Никитина, то есть которые, ну, по сути, можно тоже заказывать. Рассказ здесь очень интересный, то есть все настоящее, все живое, все очень-очень конкретное. Катя делала два часа, рассказывала, как она проект делала, первый с нами. То есть когда она у нас училась, я увидел, что у нее есть результат хороший и дал ей проект. Ну и так далее. То есть, в общем, прокликайте, посмотрите, такие результаты вы сможете получить. Точно так же у нас есть видео выступлений, вернее отзывов живых людей. То есть это вот живые люди, руководители студии, где они рассказывают, что вот сначала сомневались, да, что это все работает, что как бы может быть это не для них, а для каких-то начинающих. И потом, как у них поменялась жизнь, они рассказывают на видео. Вот здесь можно прям послушать, посмотреть, поэтому, ну, чтобы составить собственное впечатление. Да, то есть вот это вот самое важное, самое главное, что я считаю, реальные кейсы, реальные результаты, люди, которые добились результата, у которых есть уже студии, известные, вот в данном случае Павел, да, с Алексеем, они канал свой сделали, проходили курс привлечения клиентов, третью часть, где как раз мы известности учились. И, собственно, вот разные интервью можно посмотреть. Также у нас есть закрытый клуб системных дизайнеров, с которыми мы встречаемся каждую субботу и детально общаемся вот так вот в личном общении, потому что не все можно удаленно, да, решить. Все очень важно именно сверить какие-то координаты, да, и вместе поработать. То есть это тоже у нас в закрытом клубе работает. Ежегодно мы проводим дизайн-конференцию, тоже тут много картинок. Это все наши выпускники, с которыми работаем, с которыми мы общаемся, делаем выпускные встречи, делаем, ну, различные коллаборации. То есть вот мы всегда вот за какую-то движуху. Для тех, кто любит движухи, да, тоже вот у нас это есть. Можно прокликать, посмотреть. Выезды организуем иногда, снимаем видео, как это происходит. Собственно, вот оно все живое в нашем офисе, на объекте клиента. Вот клиент рассказывает, на объекте делаем обмеры, рассказываю что-то вот в нашем офисе, показываю, в общем, как это вот все вживую происходит. Вот наши выпускники, наши ребята. Ну, в принципе, вот и все. Основные темы у нас какие? Система дизайна интерьера, да, как обучиться дизайну. Учите дизайнеру, учитесь привлекать клиентов. Третий момент, создаете компанию, создаете студию. Создали студию, можете из этого сделать бизнес. Я могу вывести вас на любую сумму, да, по объемам. Я, в принципе, умею делать, я здесь это не заявляю, но у меня были случаи, когда мы проектировали бизнес на 3-10 миллионов. То есть практически, особенно если с поставщиками вы работаете, мы сможем спроектировать вам бизнес гораздо выше даже миллиона условного. Но до миллиона выйти абсолютно точно можно, если мы говорим о деньгах. И о том, чтобы начать зарабатывать любимым делом, то, что очень многих привлекает, освоить профессию, привлекать клиентов, выйти до уровня 100-150 тысяч, абсолютно реально. И самое главное, что я делаю это вместе с вами до того момента, пока у вас не получится. Я ставлю для себя такую задачу, брать на входе, у меня есть как бы ценз некий, да, всех я не беру, беру только тех, кто, ну, с кем мы потенциально сработаемся, с кем мы потенциально сможем работать вместе. И довожу этих людей до результата. Вот такая у меня позиция, такой у меня принцип. Если это про вас, то оставляйте заявку прямо сейчас. Заявка, в принципе, вас ни к чему не обязывает. Я попрошу вас заполнить некую анкету. После того, как вы заполните анкету, я предложу вам то или иное участие в определенных программах. Возможно, в некоторых случаях проведем, если у вас есть желание и возможности, и вы обладаете временем по работе, возможно, мы организуем в том числе персональную работу. Это тоже бывает. С некоторыми людьми работаем персонально сейчас, но не всегда есть места. Поэтому оставляйте заявку и увидимся на нашем обучении. Я желаю вам удачи на развитии в теме дизайна интерьеров. Самое одно из составляющих, главное, наверное, наше обучение, что мы работаем только в индустрии дизайна. Только в индустрии дизайна именно частного в основном. То есть мы работаем для частных клиентов. И знаю эту область от начала до конца. Мы не размениваемся на что-то еще. Но в индустрии дизайна частного интерьера от создания проектов в бизнес и премиум сегменте до вывода этой истории в качестве бизнеса, до интеграции этого бизнеса, может быть, даже в вашу производственную цепочку, если вы производите. У нас есть абсолютно весь спектр услуг. И в этой теме я очень и очень хорошо разбираюсь и могу вас не только рассказать, как это надо делать, но и провести по этому пути максимально быстро. Если вам все это интересно, оставляйте заявку и увидимся на нашем обучении. Желаю вам удачи и успехов в жизни и творчестве.